В эфире Айньюз, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Организаторы Кубка Конфедерации в России рассказали, как обеспечивалась безопасность во время матчей. Они, напомним, прошли в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Впервые в истории данного турнира охрану объектов доверили электронной системе. В частности, система Life Control обеспечивала безопасность серверных помещений. Всего на объектах Кубка Конфедерации было использовано 53 комплекта охранного оборудования. Разработка функционирует по принципу «умного дома». Информация с видеокамер, микрофонов и различных датчиков, в том числе движения и открывания дверей, стекается в круглосуточном режиме в единый дата-центр. В случае какого-либо происшествия система немедленно посылает сигнал дежурному оператору. Ввести электронную систему охраны было решено после Олимпиады в Сочи, во время которой было совершено несколько актов вандализма в отношении оборудования. О происшествиях во время недавнего Кубка Конфедерации не сообщается. Отметим, что Life Control – это совместный проект российских, американских, итальянских и китайских разработчиков. В Китае арестовали создатели автобуса «Туннеля», который с помпой презентовали в прошлом году. Руководство компании и разработчика подозревают в мошенничестве. Напомним, о проекте стало известно минувшим летом. Согласно задумке, автобус движется по дороге вместе с остальным потоком, но при этом никому не мешает и сам не страдает от пробок. Все дело в том, что транспорт будущего находится над проезжей частью. Опоры с колесами движутся по направляющим, которые расположены по краям дороги. Вместимость автобуса «Туннеля» внушительная – до 300 человек. Вскоре после макета был представлен рабочий прототип. Журналистов и инвесторов даже прокатили по тестовому участку в Шанхае. Но пообещав вскоре запустить автобус, компания и разработчик о своем проекте забыла. Спустя несколько месяцев транспорт будущего был обнаружен брошенным в ангаре на одном из концов тестовой трассы. Владельцы автобуса на связь выходить не хотели. Инвесторы, вложившие в проект суммарно 1 миллиард 300 миллионов долларов, подали коллективный иск против компании-разработчика суперавтобуса. И вот полиция арестовала главу организации. Как сообщает портал «Хайтек Вестеру», руководители компании подозревают в привлечении средств на незаконных условиях и введении инвесторов в заблуждение. И далее рубрика «Видео». Во Франции пилот-истребителя устроил гонки со скоростным поездом. Происходящее на камеры мобильных телефонов сняли пассажиры железнодорожного состава и позже ролик выложили в интернет. ТЖВ следовал из Британии в земли Луары. Скорость была максимальной для французского поезда – 320 км в час. И в какой-то момент в небе появился «Рафаль». Разумеется, до гонялки пилот устроил лишь в шутку – истребитель может лететь со скоростью до 1900 км в час. Поэтому обогнать поезд «Рафалью» не составило бы труда. Хотя стоит отметить, что и составом ТЖВ есть чем удивить. Название, напомним, является сокращением от «Рагром Витес», в переводе с французского «высокоскоростной поезд». Еще в 2007 году на трассе между Парижем и Страсбургом экспериментальная версия ТЖВ смогла разогнаться до 575 км в час. Это мировой рекорд скорости для рельсовых поездов. Позже машинист поезда признался, что состав мог ехать и быстрее, но руководство установило границу, дальше которой заходить было нельзя из соображений безопасности. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.